Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК САХА, программа ПРОАВТО14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Антон Васильев. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Работы на 13 объектах по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Якутии завершены. Можно ли после покупки поставить на учет машину без регистрации? Как выбрать автошколу правильно? В какое время и какие дороги будут перекрыты во время игр «Дитя Азии»? А в конце программы по традиции рубрика «Тест ПДД», которую сдаст многодетная мама Марфа Дорофеева. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона за прошедшую неделю. На автомобиле в дорогах республики с 10 по 16 июня зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, где пострадало 25 человек, в том числе 6 несовершеннолетних. Так, 10 июня в селе Ой Хангаласского улуса несовершеннолетний, управляя транспортным средством «Регул Мото», двигаясь со стороны города Покровск в сторону города Якутска, совершил наезд на малолетнего пешехода, который на проезжей части катался на самокате. В момент ДТП на мотоцикле также находился несовершеннолетний пассажир. В этот же день в селе Мегино Алдан Тампонского района 15-летняя несовершеннолетняя, управляя мотоциклом «Регул Мото», без номера совершила съезд дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и ее 16-летняя пассажирка получили травмы, обеим назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП девушки находились без мотошлема, на родителей несовершеннолетних мотоциклистов составлены материалы по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях для принятия соответствующего решения в ПДН. 12 июня в дежурную часть отделения МВД по Алданскому району поступило сообщение о том, что в поселке Нижний Курана гоняет пьяный водитель на автомобиле «Жигули». Незамедлительно в данный населенный пункт был отправлен наряд ДПС, однако водитель не подчинился на требования об остановке и попытался скрыться, увеличив скорость. На повороте автомобилист не справился с рулевым управлением и съехал с дороги, после чего, бросив автомобиль, попытался скрыться путем бегства, но был задержан инспекторами ДПС. При составлении административного материала установлено, что автомобиль управлял несовершеннолетний юноша 2009 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. В отношении матери несовершеннолетнего ребенка проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.35 Кодекса административных правонарушений «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Уважаемые родители! Приобретая своим детям, не имеющим водительских прав, мопеды и мотоциклы, скутеры, предоставляя возможность прокатиться на машине, потренироваться с новым вождением, поощряя за отличную учебу, просто чтобы не мешали делам взрослых, сознательно толкают их на нарушение ПДД. Тем самым провоцируют в совершении ДТП, в том числе с тяжкими последствиями. А мы двигаемся далее. Продали машину, а новый собственник не торопится ее регистрировать? Или больше не хотите ездить на старом автомобиле, который пылится в гараже? Можете снять его с учета на госуслугах. Далее с подробностями наш следующий сюжет. Прекращение регистрации можно произнести как дистанционно через портал госуслуг, собственно говоря, оформив заявление, отправив договор в ведомство, либо подойти на территорию СССР любое подразделение с паспортом и получить соответствующую государственную услугу. В отношении регистрации транспортного средства, опять же, в соответствии с федеральным законом 283, необходимо привести в соответствие документы. Что же необходимо? Это заявление, это страховка. В соответствии с роковым федеральным законом обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Диагностическая карта, если транспортное средство старше 4 лет. Если новый владелец не поставит машину на учет, бывший собственник может обратиться в ГИБДД и предоставить договор купли-продажи. В этом случае произойдет прекращение регистрации транспортного средства, снятие его с учета. Помимо продажи, есть и другие ситуации, при которых автомобиль требуется снять с учета. Чаще всего процедуры очень похожи, но есть и особенности. Нужно снять машину с учета, если она не подлежит восстановлению после аварии. В противном случае, даже за простаивающий неисправный авто придется платить налог. Если транспортное средство утилизируется, необходимо предоставить справку об утилизации. В случае утраты или угона транспортного средства, также требуется снять его с учета. При этом в связи с утратой уничтожают ПТС и свидетельство о регистрации. Если позже обнаруженную машину владелец захочет эксплуатировать или продать, учет нужно будет восстановить. Запрет на регистрационные действия, которые наложены либо судебными органами, либо приставами, либо органами власти, также будет отказ. Транспортное средство не прошло осмотр, идентификацию, либо изменения в конструкции, внесены незаконно, либо мотивы на распил, всевозможные швы, опять же, госпошлина оплачена не самим собственником, ОСАГО не предоставлено, оригинал паспорта не предоставлен. Вот, собственно говоря, вышеперечислены документы. Как раз, значит, если транспортное средство, опять же, находится в розыске, опять же, будет отказ. Если транспортное средство новый собственник не поставил на учет в течение 10 суток и его остановил сотрудник ГИБДД, то штраф составит от 500 до 800 рублей. Повторная остановка полицейским будет грозить штрафом 5000 рублей и лишением прав на срок до 3 месяцев. За последние 3 года количество аварий на дорогах значительно снизилось. Это стало возможным в том числе благодаря реконструкции и ремонту дорог и обустройству дорожной инфраструктуры, которые проводятся по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». О том, как проводятся работы в рамках национального проекта, нам сегодня расскажет начальник отдела строительства управления автомобильной дорог Республики Саха-Якутия Сергей Ячковский. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала, пожалуйста, расскажите о проекте «Безопасные и качественные дороги». Что за проект, какова его цель и его основная задача? Здравствуйте. Прежде всего, хочу напомнить, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобили» у нас реализуется по соглашению с Федеральным дорожным агентством с 2019 года нам была поставлена задача к концу 2024 года привести в нормативное состояние 1100 километров автомобильных дорог. За эти пять лет нами в нормативное состояние приведено 1058 километров дорог. В текущем году еще заключены контракты на 165 километров дорог. То есть, получается, мы перевыполняем план на более 100 километров. Расскажите, пожалуйста, как качество дорог влияет на безопасность? Так, от качества автодорожных работ напрямую влияет на безопасность. Повышение безопасности является основной задачей национального проекта. Для достижения результата у нас подрядчики не только обеспечены спецтехникой, помимо этого у нас заключаются договоры на сторонние организации по строительному контролю, которые непосредственно на объекте контролируют ход строительных работ. Соответственно, эти работы выполняются, так сказать, с двух сторон. Как со стороны контролирующей организации, так и со стороны организации, которые сами работают, осуществляют, исполняют, так сказать, проект. Да. Хорошо. Хотелось бы узнать, какие объекты национального проекта будут сданы в текущем, в 2024 году? Так, в текущем году будут сданы реконструкции автомобильной дороги «Нам». Это начиная со Стелла-Марха и заканчивая на участке с 7-11 километров. Это порядка трех километров. И автомобильная дорога у нас с 11 по 20 километров. Это от поста ГАИ до Владимировки. Эти проекты более такие масштабные с реконструкцией, с обеспечением движения, четырехполосного движения будут сданы в текущем году. Ну, то есть, по итогам сдачи этих объектов, что мы ожидаем? Наверное, не только повышение их качества, в том числе и повышение их проходимости. По итогам сдачи данных объектов будет представлена в четырехполосном варианте. То есть, там будут обустроены барьерные ограждения, пешеходные тротуары, перильные ограждения, а также освещение на всем протяжении участка. Понятное дело, качество дорог – это, так сказать, одна из первостепенных задач по обеспечению безопасности на автомобильных путях. Но что же еще влияет на безопасность дорожного движения? Особое внимание у нас уделяется монтажу именно опор освещения, так как оно влияет на безопасность именно, снижает уровень дорожно-транспортного происшествия более чем на 60-65%. В 2023 году в рамках нацпроекта у нас установлены опоры освещения в девяти селах – это в Жиганске, в Кобяе, это Кёле, в Хатасах, в Табаге. Также работы были проведены в поселке Нижний Бестях. В целом с 2017 года по 2023 годы протяженность освещения ставила 115 километров. Так, для примера, в 2022 году был введен участок с четырехполосный участок с 11 по 18 километров автодромбильной дороги «Нам». На этом объекте было установлено 12 километров барьерного ограждения, устроено 12 автобусных остановок, более 500 опор наружного освещения и 10 комплектов светофоров. Помимо этого, еще 8,5 километров перильного ограждения. Данный проект был реализован на средства федерального и республиканских бюджетов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные фамилии дороги». Что касается безопасности, то здесь у нас стоит задача снизить в 3,5 раза смертность на дорогах к концу 2024 года. Например, показатели нацпроекта по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий за 2022 год не были превышены. В текущем году также нами планируется ввести в эксплуатацию порядка 10,5 километров уличного освещения на дорогах Аннабар, Амга и Абалах. Кроме этого, в республике особую эффективность в профилактике дорожно-транспортных происшествий и достижения нацпроекта показали камеры фото-видео фиксации правонарушений. «Сегодня они действуют... Нет, в настоящее время на территории республики установлено 167 камер фото-видео фиксации. В одном городе Якутске их 68 единиц. Хорошо себя показал комплекс «Автоураган». Их у нас 10 штук. Данные меры повышают именно безопасность на дорогах. Эти меры повышают дисциплинированность участников дорожного движения, тем самым повышают безопасность». Благодарю вас, Сергей. Я напоминаю, у нас в гостях был начальник отдела строительства управления автомобильной дороги Якутии Сергей Течковский. Мы двигаемся далее. В рамках подготовки к международным играм «Дети Азии» в Якутске проводится большой объем работ по ямочному ремонту. Отремонтировать должны 20 тысяч квадратных метров дорог. А во время самих игр движение по улицам столицы будет ограничено. Горожан просят отнестись к этому с пониманием. Так, с 26 июня по 6 июля будет временно ограничено движение транспортных средств. «Будет закрытый участок улицы Аюнского на промежутке от перекрестка Дежнево-Сергелярское шоссе до улицы пересечением Каландрашвили». Также в день открытия и закрытия игр планируется дополнительно перекрыть улицы Лермонтово, Петровского, Аюнского. Подполковник полиции еще затронул возможность изменения маршрутов общественного транспорта в период проведения мероприятия и, соответственно, о мерах безопасности. В период проведения игр, изменения маршрутов общественного транспорта, органы местного самоуправления заранее уже спланированы. Соответственно, маршруты изучены И не должны быть никаких изменений в плане пересечения и трудностей. Кроме этого, Филиппов отметил, что на период проведения игр не будет применяться усиление контроля мер безопасности. Все комплексные мероприятия будут проводиться в штатном режиме и без использования измерителей скорости транспортного движения. Фиксация нарушений будет осуществляться только с помощью камер дорожного наблюдения, установленных на соответствующих участках. Дополнительно будут приняты меры безопасности с нашей стороны. Выходные и праздничные день будут усиливаться должным образом. Несмотря на экономические сложности, желающих пересесть с общественного транспорта наличные меньше не становится. Первое, о чем задумываются желающие пересесть в собственные автомобили, это получение прав. Сегодня это возможно только при помощи автошколы, которых в республике насчитываются десятки. У каждой свои цены, методики, автопарки, подходы. На что же стоит обратить внимание, наш следующий сюжет и расскажет. О том, что нужно знать, если вы тоже решили привыкнуть к армии автомобилистов. Выбирать автошколу по принципу «ближе и дешевле» не стоит. Близость автошколы к дому или месту работы действительно имеет значение. Но если качество этих занятий окажется низким, то какой прок от этих удобств? Примерно то же самое касается цены. Дешевле почти наверняка значит хуже. Выбирая автошколу, следует обращать внимание на наличие лицензии, количество учебных автомобилей в автошколе. Необходимо обращать внимание на то, где расположена автошкола, как оно удобно вам и, соответственно, количество преподавателей и инструкторов. Нужно также выяснить и детали того, как проходит теоретическое обучение. Зачастую, по факту, оно включает в себя несколько часов занятий, на которых разбираются только ситуации на дороге, встречающиеся в билетах на теоретическом экзамене. А ведь в школе вас должны научить оказывать первую медицинскую помощь вплоть до непрямого массажа сердца, пользоваться огнетушителем и домкратом, знать принципы работы основных механизмов машины. Еще у школы должна быть необходима материальная база, оборудованные кабинеты, компьютерные тренажеры, автопарк, учебная площадка для выполнения упражнений. Конечно, у любой автошколы есть автомат, механика, но стоит помнить, если вы выбираете автомобиль с коробкой автомат, то все ваши уроки по вождению будут проходить на автомобиле с коробкой автомат, а экзамен вы будете проходить на автомобиле с коробкой автомат, и когда вы получите водительское удостоверение, то напротив категории «Б» будет стоять отметка «автомат». Если вы выберете автомобиль с коробкой механика, то обучаться будете на автомобиле с коробкой механика, и напротив категории «Б» отметки «стоять не будет». Сможете управлять автомобилями как с автоматической, так и с механической коробкой передачи. Если отучитесь только на автомате, то, соответственно, только автоматическая. Обязательно изучите договор перед подписанием. В соглашении должны быть указаны сроки обучения, обязанности и права сторон, а также обозначено количество часов и место обучения. Будьте внимательны при чтении договора и обратитесь за разъяснениями при необходимости. После окончания обучения и успешной сдачи экзамена начинайте отрабатывать свои налоги на дороге. Экзамены сейчас у нас усложнили. Сейчас мы в ГИБДД сдаем экзамен три раза. Три попытки есть только через неделю. Четвертое, все последующие попытки могут быть только через шесть месяцев. То есть шесть месяцев уже курсант не имеет права сдачи экзамена. Это теория? И теория, и практика. Если, соответственно, теоретический экзамен, если вы сдали, то он действительен в течение шести месяцев. Если в течение шести месяцев вы не сдаете экзамен по вождению, то теорию надо будет пересдавать. Значит, обучение в автошколах нашей страны могут даже учащиеся старших классов, то есть 16 лет. Но получить водительское удостоверение можно только после достижения совершеннолетия. В 16 лет молодежь вправе управлять скутером, мопедом, квадроциклом и легким мотоциклом с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции, наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. Ответит на них сегодня многодетная мама Марфа Дорофеева. Марфа, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, каков ваш водительский стаж? 14 лет. 14 лет. На самом деле, достаточно неплохой срок для водительского стажа, и я считаю, что сегодня вы сможете для себя понять, что вы, возможно, успели забыть, а что вы помните наверняка. Хорошо, мне самое интересное. Да, мы приступим непосредственно к нашу первый вопрос. Разрешено ли вам выполнить разворот при движении на подъеме? Первый вариант разрешено, второй разрешено только при видимости дороги 100 метров и более, и третий запрещено. Ага, второй разрешено при видимости дороги 100 метров. Хорошо, ваш ответ вариант номер два. Следующий вопрос. Какие внешние световые приборы должны быть включены на транспортном средстве, имеющем опознавательные знаки перевозка детей при посадке и высадке из него детей? Первый вариант – габаритные огни, второй – ближний свет фар или противотуманные фары, и третий – аварийная сигнализация. Ага, габаритные огни, наверное. Хотя аварийные, да? Не знаю, даже затрудняюсь ответить. Нужно определяться. Обязательно только один вариант ответа у нас. Давайте третий. Хорошо, ваш ответ – вариант номер три. Аварийная сигнализация. Как вам следует поступить при повороте налево? Первый вариант – уступить дорогу легковому автомобилю, второй – проехать перекресток первым. Никаких знаков нету, да? Ага, получается, уступаю дорогу легковому автомобилю по мне справа. Вариант номер один. По какой траектории водителю мотоцикла можно выполнить обгон? Первый вариант – только по А, второй – только по Б, третий – по любой из указок. По А. Потому что там перекресток нету. Ответ – вариант получается номер один. Да. Хорошо. Данная разметка обозначает первый вариант – место, где начинается, заканчивается жилая зона, второй – искусственную неровность на проезжей части, и третий вариант – это место, где начинается, заканчивается зона с ограничением стоянки. Искусственная неровность лежачий, полицейский, да? А второй? Вариант номер два, Ваши. Кто имеет право проехать перекресток первым, если все намерены двигаться прямо? Первый вариант – водитель троллейбуса, второй – вы вместе с водителем троллейбуса, и третий – в данной ситуации очередность проезда определяется по взаимной договоренности водителей. Получается, все едут прямо троллейбуса, я вместе с водителем троллейбуса еду, да? Да. Ваш ответ – вариант номер? Два. Два. Хорошо принято. При движении на легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должны быть пристегнуты. Первый вариант – только водитель, второй – водитель и пассажир на переднем сидении, третий вариант – все лица, находящиеся в автомобиле. Ответ – вариант номер три. Да. Движение в населенном пункте со скоростью более 60 км в час разрешается. Первый вариант – только при выполнении обгона, второй – только если установлены дорожные знаки, разрешающие движение скорости более 60 км в час. Третий – в обоих перечисленных случаях. Да, до 60 км в населенных можно, поэтому третий. Третий вариант – ваш ответ. На каком расстоянии до встречного транспортного средства следует переключать дальний свет фар на ближний? Первый вариант – не менее чем за 150 метров, второй – не менее чем за 300 метров, и третий – по усмотрению водителя. 300, наверное. Я как вижу, сразу включаю, но он далеко бывает, так что 300. Ваш ответ – вариант номер два. Да. Хорошо, принято. Как влияет утомленное состояние водителя на его внимание и реакцию? Первый вариант – внимание ослабляется, время реакции уменьшается. Второй вариант – внимание ослабляется, время реакции увеличивается. И третий – внимание и время реакции не изменяются. Внимание ослабляется и, наоборот, увеличивается, да, раз он медленно, все медленно происходит, или как. Два. Вы выбираете вариант ответа номер два. Внимание ослабляется, время реакции увеличивается. Хорошо. Ну что ж, Марфа, я думаю, вы готовы узнать, насколько правильно ваши ответы, а результаты проверит Дмитрий Бинокуров, старший инструктор автошколы «Автоэксперт». Здравствуйте, дорогие телезрители. «А разрешено ли вам выполнить разворот при движении на подъемы?» И Марфа на нем ответила абсолютно верно. Это второй, а разрешено только при видимости дороги 100 метров и более. Какие внешние световые приборы должны быть включены на транспортном средстве? Так, тут третий ответ. Ответил. Да, Марфа сомневалась, но все-таки ответила верно. Это абсолютно верный ответ. Как вам следует поступить при повороте налево? Тут разнозначный перекресток Т-образный, тут помеха справа, да, тут уступаем дорогу. Тоже Марфа ответила верно. По какой траектории водитель мотоцикла можно выполнить обгон? Тут Марфа тоже ответила абсолютно верно. Тут только про траекторию А, так как перекресток у нас равнозначный. Данная разметка обозначает, тут Марфа тоже абсолютно ответила верно. Это не искусственная неровность на проезжей части. Это второй. Кто имеет право проехать перекресток первым, если все намерены двигаться прямо? Но тут, тут Марфа чуть-чуть ошиблась. Тут равнозначный перекресток, тут третий ответ. В данной ситуации очередность проезда определяется по взаимной договоренности. Так как мы все едем, прямо тут правила правой руки не действуют. При движении на льковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасность, должны быть пристегнуты. Тут тоже Марфа абсолютно ответила верно. Тут все лица, находящиеся в автомобиле. Это третий ответ. Движение в населенном пункте со скоростью более 60 км в час разрушается. Тут тоже Марфа чуть-чуть ответила неверно. Тут только второй. Только если установлены дорожные знаки, разрешающиеся движение со скоростью более 60 км в час. На каком расстоянии до встречного транспортного средства следует переключать дальний свет фар на ближний, не менее чем до 150 метров. Как влияет утомленное состояние водителя на его внимание и реакцию? Тут Марфа тоже абсолютно ответила верно. Это второй ответ. Внимание ослабляется, время реакции увеличивает. Так я думала. Это было 10 вопросов, на которые Марфа ответила на 7 абсолютно верно. Это неплохой результат, но я вам посоветую еще чуть-чуть подучить правила дорожного движения. Хорошо, спасибо обязательно. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!